Настоящая схватка за места в группе по плаванию разворачивается в спортивной школе номер 10. Причем не между учениками, а между их родителями и тренерами. В конце прошлого года из группы в 25 человек перевели на новую ступень только пятерых. Взбунтовавшиеся родители добились того, чтобы список расширили. В итоге зачислили 12 ребят. Еще трое стараниями школьной администрации все равно остались за бортиком. Возмущенные родители пытаются понять причины. Мы, наверное, на протяжении двух часов выслушивали, можно так сказать, хамские выражения и негативные отношения господина Дашина. А всего лишь за то, что попросили его предоставить нам приказ на зачисление и отчисление детей. И мы хотели просто знать, кто, как, куда. Мы ничего не знали и не могли объяснить нашим детям, где они занимаются или не занимаются. Отчисленные пловцы 2003 года рождения – два мальчика и девочка. Все, как рассказывают родители, хорошисты. Их фото были на доске почета в спортшколе. Грамот и медалей хватает. Родители уверены, они стали жертвой сокращений, потому что руководство учебного учреждения хочет набрать больше групп по хозрасчету. Сами дети ситуацию переживают очень тяжело. Очень болезненно. Она плачет, очень хочет заниматься, хочет продолжить. По моим стопам она идет. И поэтому, когда ей даже прилагаем перейти в другой вид спорта, тоже пятибори, она болезненно очень реагирует. Родители уверены – детей вычеркнули из списка незаконно. Даже если не все нормативы сданы, ребята имеют право до трех лет оставаться на том же этапе тренировок. Сасяева Ольга Владимировна озвучила такую фразу, что департамент образования не усматривает нарушения в отчислении 13-летних детей. Хотя по закону об образовании очень четко сказано, что до 15 лет детей отчислить не могут. И только такая мера принимается как мера взыскания с 15-летнего возраста. В Комитете по спорту нам рассказали – родители отчисленных детей не написали заявление о внесении их фамилии в резервный список, тем самым фактически лишив себя возможности вернуться в группу. Но это момент технический. Как только они это заявление напишут, будет собран тренерский совет и рассмотрены эти заявления на тренерском совете. Как только в школе появятся свободные места, сразу же мы можем предложить родителям попасть на эти свободные места. Детям имеется в виду. Перед тренерским составом специалисты спорткомитета обещали ходатайствовать. За детей отмечают, тоже переживают. В самой школе номер 10 настроены более категорично. Отмечают – муниципальное задание сверстано. Деньги на обучение ребят распределены, ровно как и нагрузка на тренера. Сейчас состав группы оптимальный. В резервный список действительно заявлений нет. Директор ссылается на то, что их тренер Александр Зеблов первоначально детей к зачислению не рекомендовал. Олег Дашин считает подготовку ребят недостаточной. Задача школы – отбирать и обучать только сильнейших спортсменов. В 2003 год рождения – это дети, которые должны показывать уже самые лучшие результаты в школе. Эти дети на сегодняшний день не выполняют даже первого взрослого разряда. То есть говорить о том, что они у нас лучшие или худшие, наверное, не стоит. Естественно, они не худшие. Но и своими результатами они не блещут. Таких отчисленных ребят в спортивной школе номер 10 в конце учебного года оказалось больше 80 человек. Против активно выступают только трое. Родители переживают, что даже если им удастся выиграть эту схватку, жизни у детей в спортшколе не будет. Отношения будут однозначны. Будут детей гнобить. Потому что никто нас не любит. Правду, когда говорят. И даже детки, которые сейчас занимаются, им не дают спокойно тренироваться. Дети, когда уже даже на соревнованиях стоят перед стартом, им говорят, что ты не поплывешь. Почему ты не поплывешь? Это судья. На соревнованиях говорит, что я так хочу. Родители у руководства спортивной школы сходятся только в одном, что учебное учреждение потихоньку превращается в кружок по интересам. Только причины разные. Тренеры считают, что спортивная составляющая потеряется, если убрать конкуренцию и борьбу за результат. Родители же уверены, если гнаться за доходом и отдавать бюджетные места в угоду платным, времени на спорт высоких достижений попросту не останется. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.